всем привет народ с вами иван кожей и у нас сегодня наконец-то обзор новых соусов из макдональдс я в прошлый раз ездил и увы их все разобрали пока стоял в очереди отсутствовал только один пока дошла моя очередь вообще соуса закончились но время спустя все соусы есть продажи я купил их плюс вышли новые бургеры я их тоже купил не знаю в какой очередности буду публиковать эти видосы но новых два бургера вот из украинской кухни и три новых соуса вот обзоры вас ждут в ближайшее время на канале и так соусы выглядят вот таким образом то есть это большой соус если стандартный мини соус который мы постоянно берем стоит 15 гривен в маке то вот эти большие соусы новые вот стоит 25 гривен здесь вес 40 грамм принципе указано вот три вкуса соус сыром дорблю соус с сыром прошу прощения соус баффало то есть соус сыром дорблю синяя упаковочка соус баффало красная упаковочка вот ну вот так все это выглядит да если что и зеленая упаковочка у нас хабанера соус вот к соусам я взял картошечку среднюю картошку фри вот обошлась она мне 51 гривна если кому-то интересно если вдруг я это видео опубликую раньше то новые два бургера вот по 155 гривен и принципе два бургера три соуса и картошка фри 436 гривен так теперь самая главная задача или вопрос с какого же соуса начать я ставлю на соус баффало думаю он зайдет не больше всех ну хотя тут надо отталкиваться того к чему вы эти соусы будете брать ну а сегодня картошечка фри поэтому я думаю блин соус баффало максимально джеку напоминает я бы сказал что это аджика кстати обляпался немножко открывал он шикнул чем вот так выглядит соус он достаточно жиденький такой томатная основа максимально напоминает аджику по запаху но не совсем не совсем аджиком он не острый по моему для джеки он с какими-то специями и он кислый знаете такое ощущение как будто смесь томата с малосольным каким-то огурцом и специи минимально по моему чувствуется чесночок чесночок здесь есть я вот так учебника попробую сразу томат на томат на сладко сладковато кислый в принципе вот чувствуется есть немножко сладко сладости есть кислота да томатная чувствуется вот чувствуешь по моему чеснок очень хорошо здесь так напоминает немножко джеку да но она не остро мне не нравится если честно я думал будет что-то похлеще да как будто томат с чесноком кисленький немножко сладенький поняли вот блин ну может быть нет я просто очень люблю аджику мы дома и и готовим и как бы вот на запах ну просто в аджике что же чеснок участвует и вот по запаху ты чувствуешь что вроде бы как будто сейчас аджику да кусаешь и куркуш кушаешь совсем другой вкус вот и чувствуешь что прям не то что-то привык и много чего не хватает но мне пока не зашел пока так себе ну и мне кажется вот этот соус для картошки фри ну как бы картошка фрил с любым соусом можно поглощать но этот соус наверно больше походки каким-то мясным блюдом не знаю там ли курица может быть вот вторым соусом мы открываем соус сыром дарблю вот этот более густой благодаря тому что он более густой вы видите даже вот здесь меньше вот расплескался на этой крышечке его гораздо меньше ну то есть для сравнения вы видите сколько соуса бафала получилось на фольге с внутренней стороны сколько здесь так ну здесь мы видим да такой майонезный белый соус зелень какая-то запах дом или может он не майонезная сырный да то есть по сути сыр бафала да то есть это наверное сырная основа не майонез да просто белого цвета всегда ассоциация с майонезом вот на запах до чувствуется сыр молочный такой вкус запах молочно-сырный что на вкус кисловатый кисловатенький такой молочная кислота такая молочная кислота сырная послевкусие да это сырная основа это не майонез то есть он реально густой пробуем картошечку получается по-домашнему знаю ели когда-нибудь вареники с картошкой да вот и со сметаной вот что-то мне напомнил этот вкус только здесь более кислый молочный вкус и более густой сам соус получается нежели сметана хотя при температуре если бы куда-то в горячее добавить может быть он бы и растекся ну неплохо это уже лучше чем бахала вот но вся надежда на хабанеру зеленый пробуем хабанеры выглядит интересно как у вас хабанера у нас желтого цвета желтого цвета и видно зелень сразу прям так щедренько зелени там есть хуа хоть один нормальный соус из новых он острый он офигенно острый о-ху-ху-ху да ты что блин вот это вот это то что с чего можно начинать если вы любите острое это наверное не зелень это наверно черный перец короче но вы видите он оранжевого цвета я даже не знаю что что в основу идет не знаю ну типа я бы сказал что это какая-то сырная основа добавили кетчупа добавить кетчупа чили до добавили какой-то еще перца черного наверное слушательный он ядрен и жестко он мне нравится и по вкусу я не могу еще описать сейчас распробую такой и не назовешь его кислым вот сначала ты ешь он лайтовый он реально лайтовый приятный на вкус но потом буквально через секунду просто пожар во рту и ты не можешь распробовать этот вкус но серьезно это единственный хабанера это единственный нормальный соус из новых вот реально старые там горчичный не знаю тот же барбекю вот мы классные старые соусы там еще можешь можно что-то кисло-сладкий этот прикольный да там карри ну пусть классные соусы из вот этих новых реально вот я заценил один это 9 из 10 поставлю по-любому по-любому советую особенно кто любит острое у него прикольный вкус даже если вы не любите острое но я к сожалению не могу вам нормально это писать он немножко но как сырный жуется поняли вот такое ощущение как будто основа сырная не такая кисломолочная сырная вот как предыдущем белом соусе как будто какой-то сон как будто вот сделали сырный соус обычный до в маке и добавили кучу остроты вот что-то такое получилось то есть 9 из 10 рекомендую попробовать давайте теперь разберемся с оценочкой этим соусом после острова конечно хабанера будет тяжело их распробовать но я думаю вот этот томатный сейчас потушит эту старту этот интересен по ингредиентам да он томатный есть и сладость если чесночок но максимально напоминает почему-то мне джеку которая не получилось понимаете поэтому я оставлю оценку 5 из 10 он неплохой для мяса неплохой соус но не знаю серьезно в маке просто есть куча соусов которые я хочу этот соус и точно больше уже не хочу у него нету шансов чтобы я к нему вернулся принципе то же самое с этим но он понравился мне больше он не топчик но вот кушай его месяца ассоциация как будто я ем чипсы сметаной зелени вот или просто сметанный сыр такой вкус есть да вот или сухарики сметаны там чем-то прикольный молочный вкус сырные точнее сырный вкус с молочным привкусом такой немножко кисловатый соус достаточно нежный вот приятен после острова хабанеру вообще мне кажется вот его приятно есть после вот поэстро ты 6 или 7 поставил бы этому соус 6 или 7 оценочка по десятибальной системе в принципе он хороший но я даже не знаю вот для картошки фри он так себе подходит для курицы например да для наггетсов ну тоже наверно не айс с чем его кушать его в маке я честно не могу придумать но соус неплохой если придумать с чем его кушать в принципе почему он гор идеально будет подходить и гармонировать то принципе оценку можно было поставить выше а так просто отличный сырный соус но как бы я не фанат сырных соусов редко их беру в основном как бы есть желание есть вот или горчичный или вот какой-то вот такой вот или барбекю пушка блин много набрал много набрал кстати если вы сразу три соуса возьмете принципе не спешите есть молочный оставьте его чтобы потом когда вы сидите вот этот острый молочным действительно очень хорошо отолять эту остроту то есть он реально отлично справляется он приятный вот сырный вкус имеет он нежный и вот томатный как-то не особо потушил этот пожар во рту а вот сырный прям огонь ну что ж дамы и господа буду заканчивать на этом видео с вас подписочка на канал прожатый лайкосик конечно же пишите в комментариях какой из этих соусов вам больше всего понравился какой бы выбрали на постоянке вот а какой для вас соус на один раз спасибо всем за внимание до новых встреч и пока